вот есть вопрос опишите домашний тренинг с резинками пожалуйста он без резинки больше любят ну да причем вот этот вопрос 1 лайка без резинки 18 лайков нахуй вообще тренироваться и хавать не понимаю ну это это вопрос был да есть видео где на палец в ванной садишься все я короче я ищу два вопроса здесь и я сдаюсь дальше так ну шо парни не совсем парни доброго времени суток это второй по счету выпуск кучного подкаста слушая прям считал в голове какой по счету совсем уже деградировал и правильно считал до представляешь сам шоке сегодня у меня в гостях личность как минимум эпическая вот человек который создал самый большой анти мотивационный паблик но если бы был мотивационный паблик он бы здесь сегодня сидел само собой вот владислав шмидт вот здравствуйте как ваши дела влад как вам москва в которые были уже в десятый раз как вы сказали хорошего понравилось красивое показываете ходить много и такси очень дорогое да ты знаешь в москве реально такси стоит просто какие-то ненормальные деньги это иногда поедет по европе где типа ты условно говоря в таллине можешь на такси бизнес-класс за 4 евро проехаться там туда-сюда у нас тебе за это предложат но я не знаю фольксваген пола лучшем случае интересно почему так вот ну ладно отвлеченно говоря тебе расскажи пожалуйста так я не буду говорить как ты докатился такой жизни спрошу тебя отчет давай прямо про все ну ладно как сказать все что интересно скажи пожалуйста как тебе в голову пришла идея создать такой замечательный паблик вот который стольким людям портит самооценку и как бы мешает им добиваться сжима встречный вопрос он тебе испортил самооценку мы всегда было интересно такие мне мне плохо вообще вообще ну ты знаешь просто гиганты павли подписался уже 300 килограмм тянул поэтому я так тебя смотрел что смысле то это это вызов пожать пожать сотку ну да наверное до этого про диалог про чё на список мы не можем на здоровье я я могу сказать прямо что да я админ на протеине иногда у меня бывает плохое настроение после этого влад выяснять что там черный список как-то прям по экспоненте умножается иногда я пишу да да иногда я могу зайти даже в комменты и там рассказать чью маму я водил в театр и как вот но я последнее время этого не делаю не потому что я стал каким-то очень таким миролюбивым дзен-буддистом который вообще познал суть жизни а просто потому что я перестал заходить ну ладно мы отвлеклись расскажи пожалуйста когда вообще появился паблик почему ты решила что этот паблик вот должен быть какие у идеи в этот момент изначально была группа эта же группа была тогда вообще пабликов не было вообще перед этим еще там но интересно такая история помнишь или нет вообще вот ну как бы группа они были достаточно популярны и вконтакте ну и я вконтакте где-то 18 лет какого вот то есть это было угодно ну да то есть это было наверное лет 7 назад вообще-то сейчас не 25 будет я когда случайно стал администратором группы второй по численности вообще в принципе вконтакте она называлась демотиватора помнишь что или нет я не понимаю как меня до занесло но я там был там было полмиллиона тот момент это было про ну архи много это много это многое объясняет это многое объясняет да и что-то как-то после этого но я понял то есть как это делается появились угарная качалка появилась дочь а и как-то он создался протеин вообще исключительно в шутливой форме бродын был третьим да получается но не то что третий вопросе вот репаблика было нет то есть их создавалось очень большое количество вы были как на чемпионате бодибилдинга в городе саранск на 3 место из 3 я к тому то что это в принципе но один и тот же отрезок времени там десятый год это угарная качалка с дочь и одиннадцатый год это как раз таки от протеина где мы кстати исполнилось 10 лет поздравляю 10 лет деградации до чего же мы дошли сколько сейчас подписчиков паблики 100 192 тысячи что ли 194 не помню уже это очень-очень много сколько людей портит себе настроение каждый день достаточно кстати самый важный момент то что несколько подписчиков потому что то же самое дочь и d4 который сейчас фармаком ну да 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 там там же миллионы но если сравнивать статистику если сравнивать как первое и второе она заходит в медиа то протеин он на удивление тут остался живчиком угарный качалка сейчас вообще помню такого паблика это может есть но там же в принципе угарная качалка на валерон устроилась объективно в раньше было интересно да валерон сейчас покоряет америку поэтому ему в принципе уже не очень сильно интересный один васи к сожалению при всей любви к нему он скорее всего это не затащит вот скажи почему тебе стало интересно именно эта тема качков ну вот почему ты решил выбрать объектом стеба и демотивации вот этих вот всяких конченых с отвисшие протеиновые колбасами ну во первых потому что изначально я решил пойти по этой теме низкая самооценка вот это вот все прочее то есть куда нужно идти в качалочку вот я пошел в качалочку и значит вот эту тему интересоваться написали статьи про творог то когда его есть вообще даже аминокислотный профиль творога против аминокислотного профиля кефира проверить его с помощью йода настоящий он или нет это же вообще как-то иначе делаешь мне кажется каждую покупку творога надо проверять на йод где он и синеет и типа там значит там крахмал не крахмал ты не помнишь развита тему уже меня с творогом есть отдельная история 1 когда-то очень давно когда и я вот начинала заниматься зале ну не мне кажется мне уже завица альцгеймер это было не так чтобы сильно давно но просто мне кажется спустя года что это было сильно давно я стал ходить в зал и я как раз прочитал какую-то статью который по моему разбирала рацион то ли ронни коллина то ли джей катлера и там по моему было 500 грамм белка в сутки и я понял что если я хочу и догнать то мне нужно есть больше не надо есть до около 700 кстати мне получалось примерно и я тоже помощь в этой статье писала что типа самый лучший последний прием пищи это либо творог либо козеин и заражают что ты выбираешь что-то одно и вот это типа эти долгоиграющие аминокислотный профиль который тебе там из перед за ночь и я прошу даже действие радикально поэтому я буду употреблять и творог и казеин вот и да я помню что тогда как-то я прям очень круто набрал я не могу скачать была чистая мощная масса ведь был чистый жир обучая джела прогорала нет мне просто интересно или улетала в другую комнату ночью да нет знаешь у меня по-моему до 20 лет даже когда которым в принципе вылить гвоздь потому что ну я реально лучше я ел белка этого берсты сколько и ты съел их лиц и обратно но сердечек такой мог сделать какую-то ну да мне на самом деле без шуток кажется что когда я умру и попаду в а то мне будут не знаю приходить ко мне в котел терзать меня все эти убиенные куры их неродившиеся цыплята которые просто были безжалостно подвергнуты геноциду когда я считал что до 600 700 грамм белка в сутки это типа заебись и вот так вот надо без шуток да но слушать творога тебя принципе работала маленькая деревня подмосковья да да что то что то такое ну слава богу мне была богатая бабушка поэтому вот вопрос спонсорства подготовки к олимпе был решенный в тот момент да но ты знаешь у меня когда я понял что это не окей и я понял что у меня стало объективно сдаваться печень потому что когда ты понял меня мама повела на анализы потому что я что-то стало немножко и обеспокоил тот факт что я набрал 20 килограмм и как бы стал прыщавым каким-то без разряды это был до стерика и я могу сказать что от потребления такого большого количества белка насколько это получается там где-то пять пять с половиной грамм на килограмм вес это наверное были мои худшие анализы по панели печени вообще за все время в принципе то есть я потреблял на такой прибор так оксиметалон вот и я потреблял но даже моментами в больших дозах достаточно и вот это потребление курицы казино творога и т.д. но опять же с точки зрения вот моих трансаминаз которые там есть спартатаминтрансфераза ланинаминтрансфераза она была гораздо хуже чем прием вот витамин ну вот говоря кстати прием витамин это пишу вообще излюбленная тема которая на протеине постоянно поднимается это кич и это стёб людей которые вот рано начали курсить вот расскажи побольше об этом какие там сейчас звезды есть ну я помню раньше был там левицкий малина сейчас там появляется тут новый я просто опять же не слежу конечно появляется новый и почаще их как бы там выкладываю что-то сделал на самом деле вот я считаю в этом прям большая полезность когда ты показываешь таких людей ну ты как бы не оскорбляешь их напрямую варишь что он мудак или так далее а ты показываешь самую эту ситуацию это по качеству откуда и причем никак не переписываешь вот такие вот люди как я не знаю вот ну там тихомиров кого что можно взять прям такие безумные никита малина то есть они показывают что есть у тебя я кстати исправился он перестал курсить насколько я знаю или там сидит на газете ну как и справился в плане чего ну он больше не ставит три пачки обнадрена в неделю вроде бы там теперь полторы пачки я именно про тот случай когда но люди то есть видишь что это не только влияет на какие-то мышцы там набрал или слил то есть это реально может достаточно сильно так повредит его организм и вот очень далеко может улететь кукуха если она до этого тебя летала что скорее всего очень многое бывает у атлетов к сожалению протеи тоже показывает даже знаешь больше историю не про атлетов а в принципе что люди которые в раннем возрасте прибегают к приему витамина ты его различного дерева ну ранее назовем 16 17 18 лет да там какие макс троян начали опять же тоже никита ничего мира начал попозже но он уже был травмирован к этому моменту то есть не всем классический пример что в принципе да ты знаешь я вот у дмитрия смирнова на подкасте этот момент поднимал что у нас достаточно мало исследований на людях кстати на того как высокий уровень андрогена влияет на мозг потому что опять же ну как бы не такое большое количество культуристов согласны сдавать свои мозги на бесконечные мрт чтобы отслеживать как у них там растут лобные доли уменьшаются лобные доли растет там медалевидное тело от различных андрогенов но есть большого крысы на крысах которые показывают что если крысом в если вообще в принципе мы берем кого-то крыщука и начинаем шпиговать его супер физиологическими дозами тестостерона условно то часть серотониновых рецепторов они временно проебывается мозгу то есть это объяснять что значит повышенная тревожность это говорит о том что как бы сложная социализация даже там вот на их всем крысином языке вы крыси на социуме но за что еще интереснее есть опять же этих бумагах это то что крысы в период их в половое созревание если тогда им давать высокий уровень андрогенов вот искусственного создавать то это количество серотонина в смысле вообще в принципе сколько серотонина могу завхать синаптическую щель она уменьшается перманентно это например объясняет почему такие люди как я которые но рано начали использовать витамин т скорее всего обречены по жизни используется антидепрессанты потому что иначе но жизнь такая не очень хорошая кстати справиться можно как думаешь я думаю что наверное то что знаешь в подростковом периоде реально так влиять на мозги ну это уже нельзя прямо развернуть ну да да то есть скорее всего это то с чем тебе уже придется жить ну можно конечно типа спекулировать про всякие такие биохакерские вещи из ряда что там прием церебролизина лития там каких-то других сложных не знаю препаратов которые там влияют нейротрофический фактор может ситуацию исправить но итог спекуляции потому что никто никогда не делал какого-то такого знаешь сложного эксперимента из разряда ну то опять же там некоторые депрессант тоже для этого используют чтобы прям грубо говоря взять человека у которого мы были скажем так структурные изменения в мозгах из-за того что он применял все эти и потом как бы скажем на это повлиять чтобы она вернулась первоначальное какое-то свое состояние поэтому да ты очень верно подметил что действительно это хорошо что молодежь нужно как-то образовывать на эту тему насколько это возможно у меня есть такой грустный пример я помню мы ходили в тражерный зал про год 12 и это получается то есть он был плюс-минус моим ровесником недостаточно то есть это прям рано лет 19-18 было парни еще ходил в тражерку ну как бы мы с ним вместе занимались я видел то есть он как бы ну такой вот ну не то что спыльчивый то есть он как будто сначала делает а потом думает я вот эту тему пресек я только думаю но вот он сто процентов когда-то курсанет то есть он не сможет вот это вот преодолеть вот это вот желание и он курсанул я увидел да как ну свист кукухи то есть он прям такой но шлифует и потом просто физическую точку так вот закат уходит в чем это выражалось он ну настолько он довел голову до своего состояния в принципе не глупый парень тоже не нельзя сказать что он там засыпал стоит там или еще что-то вон мог на такие темы обсуждать типа помнишь когда вот эти быстрозаймы только пошли годом до 16 он такой но с другом общается на серьезных щах вот прям реально серьезно такой не ночью сейчас возьму тридцатку куплю короче метана прям нормально что там тесто еще что-то они ко мне придут это кому скажу дите нахуй дверь закроет кушалку давание что там деньги выдает он на полном серьезе говорил то есть парню летом двадцать шесть двадцать семь это все это но уже видоизмененный человек он уже вне социума находится и вот я через какое-то время увидел то есть он уходит как отшельник какой-то собакой что то есть у нас маленький городок город энгельс там меньше трехсот тысяч и через речку от саратова да по моему ну что ты знаешь оказывается не все как верно с нашим городом а я знаю там была такая пауэрлифтер с июля винс она сейчас там есть и сейчас там есть да все же узнали курсит она или не курсит да вот ты знаешь она сделала ваш город популярным среди пауэрлифтеров когда подралась там с перцовым баллончиком серьезно это старая тема мне в этот город еще возвращаться да я не уверен что не только один перцовый баллончик в общем вот так вот и я рад что протеин он так или иначе то что в любом случае то есть не пишут люди я вижу обратную связь что он знакомит с этой темой и люди такие смотрят но вид какого-то дурачка такие классно спасибо я хотел покупать строит я больше не буду желание отпала моментально ну знаешь на самом деле вот мы еще до подка встретились я говорю что действительно сколько есть людей которые в молодом возрасте вот подсели на витамин т впоследствии и как реально мало из них вот ну чтобы у них так вот хорошо сложилась жизнь потому что например ну из людей которые на этой теме выехали и как-то ну скажем так вот это свое хобби превратили в какой-то свой заработок в какой-то свой бизнес или где-то ну я могу сказать наверное только на ум не прихожу я в аргунин это маев большому счету и тоже еще нужно понимать что как бы в домах вот этот который с шеи чувак вот он сейчас там бы этих маленьких людей организовывает вот прется поэтому это же . здесь есть определенный элемент везения потому что нужно оказаться в нужном месте в нужное время то есть я бы например сейчас скорее все работал по специальности если бы в россии не было бума биохакинга в один момент вот и тогда я не выяснил что оказывается все мои знания которые долгие годы копил они как-то вот пац и стали очень актуальны всем очень сильно порвали сейчас курсит сейчас вроде бы нет но сейчас нет вроде даже не 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 он не на газете но но раньше он заряжался прям так нормально заранее когда весил свои 100 килограмм кстати молодец да да немного что-то узнала в аргоне такой интересный формат то есть у меня до этого как бы была к нему хорошая но то есть какие-то эти и как вопросы были интересный человек понятно что конечно же не всем людям нравится то что он делает но кто-то даже не должен делать эту работу особенно которые в кинули бабки так ну как бы суши халявы не бывает нигде объективно если ты что-то их бы искать и очень по людей которые вот на эту тему рассуждают что как ты говоришь займы и т.д. что если к тебе приходит какой-то человек который ты не знаешь и говорит что чувак сейчас мы с тобой охуенно заработаем очевидно что зарабатывать будешь не ты мне кажется что до людей не доходит это абсолютно ну да я даже сейчас перебил но к жалею что в свое время не рекламировал протеин ставки на спорту что сейчас мы тоже мнение поменялось типа но вот есть слог ну ты его хоть как не защищай но он скинь деньги куда-то другую место на походу на признаешь у нашего общего друга я не знаю ладно ну кто-то кто знает тот поймет который анонимно сидит расписывает курсы вот но ты понял как я говорю у него один клиент опять же мы не будем называть ее фамилии который к нему обращался к нашему общему другу по поводу того что он хотел что-то расписал ему курс гормона роста по стоку не уже было две онкологии и соответственно наш общий друг сказал мужу дорогой иди ты пожалуйста лесом типа он очень любит резко говорит я я за это обожаю это я тоже считаю что это один из самых искренних и честных людей вообще и за это мы его очень сильно люблю мы просто этом подкасте так вот и не знаю может быть учитывая как бы ситуацию что обращался человек у которого там был канцерогенез вот с онкологией и они не уверен что эта ситуация типа можно ее прямо так сказать не я не про ситуацию не хочется не знаю никого обижать да и в общем он то человек естественно послал послал его лесом и очень сильно обиделся и скажу что ты просто наверно хуёвый специалист но объективно и и он нашел другого человека который сказал да конечно все может составить и у не случился рецидив вот арок чего был суши не помню честно говоря но просто сам факт вот до чего этот маразм может доходить вопросы прям слушай сейчас назрел раку кочет на самом деле очень распространенная тема был один парень такой илья гарничев да да блин но очень классный очень яркий персонаж и у него по моему был рак яичко по моему да если не ошибаюсь связано не связано как твое мнение ты знаешь объективно любом случае все что ускоряет метаболизм она и ускорит развитие рака но с точки зрения того чтобы сами аэс они бы провоцировали то что вероятность появления опухоли ну там сложно выдергивать какую-то статистику у нас есть данные по газете например которые объясняют что при стабильно высокий уровень андрогенов он с точки зрения онкологии несколько выгнечем низкий ну то есть например это все объясняется механизмы компенсационной адаптации вот скажем грубо говоря если у нас какой-то орган мы прекрасно знаем это по принципу работы щитовидной железы что у нас новые люди сразу щитовидной железой это как бы история про каждого пятого человека если щитовидная железа не может нужным количеством тереоинных гормонов обслужить организм то как бы ну при гипотероре что происходит логично что начинает увеличиваться в размерах потому что если мы не можем интенсивно работать значит мы экстенсивно расширяться и с точки зрения например опять же рак и яичек с точки зрения лейкемии кстати в том числе с точки зрения к простаты это просто это просто все места где можно самом деле произвести стестерон потому что лейкоситы кстати могут делать сторон вот тоже не супер спорта инфа если у нас от соотношения что небольшом в небольшом но вопрос в том что если у нас не хватает тестостерона системно то логично что как бы наш организм будет пытаться как бы подогнать все возможностью потому чтобы они больше производили поэтому с точки зрения 70 наномоль это вот с профилактики например вот этих видов онкологии это выгоднее чем 7 наномоль объективно при том что 70 наномоль мы знаем что это все равно же уровень который ну где-то на 60 70 процентов выше на две трети выше верхней границы 40 наномоль ну да да то есть это история про ну грубо говоря где-то одну ампулу витамина т раз в 10 дней я бы сказал поэтому да она в любом случае если мы говорим про именно курсы такие большие мощные она ускорит скорость развития но с точки зрения вероятности до появления даже с тем же гормоном роста по моему по моему только по раку мозга есть статистика то что прямо риски выше объективно вот но я все равно считаю что опять же если у если у человека я не знаю если он до этого имел какие-то истории канцерогенеза вот то ему прям явно не стоит ну то есть газета да может быть с точки зрения тестостерона но приправлять все это гормоном роста это по моему так себе история вот еще затрону и про возвращаемся еще к одной такой теме интересной вот которую стараемся тоже показывать в протеине что если у вас нет бабок не суть в этот спорт если вы не можете просто элементарно какие-то анализы сдать до курс на во время курса вот скажи же наверняка ну когда тебе что-то пишут ты говоришь дай анализы человек пропал то что он узнал что стоит примеру там 8 или 10 тысяч до час таки бывает да бывает каждого очень часто бывает ну опять же у нашего общего товарища эта ситуация поставлена поток когда ему пытаются нести деньги упорно вот но при этом говорят что я там анализ задавать не буду или давайте пойду там в поликлинике общий анализ крови а вы там по нему что-нибудь нагадаете ну люди экономят же на всем моему деньги хотят дать ну они вы считывают что тут ну я говорю когда как то есть большую и у меня тоже были такие клиенты когда они как это искать они заносите деньги но потом не говорят давайте соберите курс того что у меня лежит под рукой ну это наверное это наверное чуть чуть более высокой степени осознанности чем дача вообще все делать самостоятельно вот но тем не менее тоже не очень хорошо говоря объективно да деньги это на самом деле очень важный фактор и мы опять же с нашим общем ну я уже скажу что саша как бы ну чё тут уже просто все могли угадать двадцать три раза поэтому нет смысла да и можешь горе в хорошем ключе исключительно поэтому мы в свое время ты даже репостил эту такую методичку мы назвали его чек-лист молодого курсанта да вот да где мы сделали там по моему что порядка десяти пунктов для того что у вас должно быть перед тем как вы пытаетесь ну перелезть на темную сторону бабки были там да да деньги именно что писали что там должен должен быть ну скажем такой неприкосновенный запас то что если у тебя нет мозгов ты хотя бы может они от специалистов которого не есть ну ладно не мозгов разбираться в этой даже знаешь даже вопрос не в том что но специалисты специалисты но если у тебя есть интернет и ты знаешь английский язык ты можешь узнать реально много вещей ну то есть я может в ущерб это себе там говорю или саше но люди толковые они могут разобраться если не год свое время этому посвятят реально поймут как все работает реально не сложно это это не нанотехнологии это не ракета строение от ядерная физика там как устроена все по пункту там ничего нового да да как устроен бегая как что такое ингибитором а то зачем отличаются от антиэстрогенов это вещи давно известны и информации много даже в рунете не говоря уже про англоязычный интернет но просто опять же существо что препарата стоит денег как бы ну и на тропин стоит денег там а настрозол аромазин не стоит денег если те там опять же как цена лишь давать анализы это тоже стоит денег и если как бы на всем экономить то это плохая история потому что речь идет про свое здоровье все таки я при этом знаешь я вообще не согласен с фразой если закончим мысль если вас еще здоровье нельзя купить я просто считаю чем дольше отказались тем дороже тебе станет это самая покупка поэтому поэтому да люди очень любят цифры вот ты как человек который разбирается в анализах самый минимальный курс который там человек хочет сделать не знаю там на метане натуре на боли или с тем самым тестом из какими сколько денег у станет сколько встанет хотя просто на какой-то вот минимум анализов анализов да ну именно чек в анализах нормальный он где-то начинается 10-12 тысяч на самом деле сходить имейте ввиду да ну ну тоже конечно опять же здесь есть нюансы что изряд есть какие-то вещи которые ты мониторишь часто есть какие-то вещь когда это мониторишь реже то есть условно говоря прикольно на самом деле пойти посмотреть все воспалительные маркеры у себя например узнать про воспалительные маркеры говорю например что там с реактивный белок сам популярные менее популярны там фибриноген интерлекин 6 додимер из разряда додимер стало кстати поле сдавать при ковиде вот тоже на самом деле фактически ну как бы это то что определяет риски тромбоза тоже еще один из факторов это мы не будем смотреть часто но то есть такие прям массированные списки анализов больших я сказал 10-12 тысяч которые мог там до 15 подниматься это если создавать он к маркерам можно дойти до 30 тысяч в принципе без проблем которые кстати не очень точно не между там ценник вопрос инфинити бесконечно да 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 от 10-12 до бесконечности зависит от того в какую золу подходе залезть насколько глубоко вот а как бы сказать но и опять же такие какие-то вещи которые тебе нужно мониторить просто в течение времени за это пойти посмотреть там какой у тебя эстрадиол посмотреть какая датировка на стартуал тебе нужно и нужна ли она тебе в принципе это стоит дешевле но это издается реже то есть ну такие наверное сказал базовые моменты посмотреть на три-четыре пять тысяч примерно и люди даже эти деньги не находят вот я удивляюсь и при этом они хотят курсить да ты как бы дальше не подумал то есть что вот то есть ты откатишь все то есть ты не будешь на свои анализы ты будешь восстанавливаться не сделал пока ты нормально у тебя постоянно будет долбит знакомо отчет и как бы так ну худшился за этого я не знаю у тебя депрессняк будет еще больше сольешь то есть ну как-то не выстраивается логическая связь то есть а для чего ты вообще курсил ты не выступаешь ты не заработал деньги если заработал ты получил медальку или пакет протеина в лучшем случае это самый лучший случай ну и в шапке профиля ты добавил что занял седьмое место мухасранск и игра стоила свечи или не может быть есть фотография с русским гагарином от бодибилдинга с человеком который ходит в берцах понял о ком я говорю да это разве она того не стоит конечном итоге и ну абсолютно удивительно что мы с тобой солидарны это правда так знаешь что кстати очень смешно вот ты говоришь то что откатил после курса вот это когда еще не сидел на гсд перейти слезал я помню что мог нормально так откатить килограмм на 10 и 10-15 ну я в принципе сам вешу много поэтому для меня это как надо для обычно человек на 5-7 килограмм но я помню что я часто сначала каких-то людей и особенно женского пола нет фигуре ты похудел тебе так лучше думаешь я спрашиваю мне зачем это сюда так ходит это что мне мне по-твоему интересно что ты думаешь на эту тему да да тебе так лучше лучше есть интересная теория и я в нее верю касательно того что когда ты после курса меньше заморачиваешься по поводу того сколько ты откатишь у тебя быстрее восстанавливается собственно конечно же стрессовые гормоны страну это это просто супер очевидно то есть я могу сказать что опять же у меня например пока ты университета всегда выпадал на сессию я могу сказать что там и откатывал прямо жестко классно спадал специально выстраивал но не однако сама так получалось у меня пока ты были привязаны к тому же я травмировался значит покатаете по ночью дальше тренироваться не могу поэтому все логич деньги кончились если началась ну что такое доска не но мне уже были какие деньги в невере но просто суть в том что я понимаешь типа там грушевидные мышцы пизда я уже не могу наклоняться то делать становую пытаться это по моему так себе затея конкретно и я думаю что ну все значит теперь восстанавливаюсь но теперь я в принципе не слезаю уже и как бы такой проблем нет я просто уменьшаю дозировки кстати откатов поэтому в принципе нет потому что поддерживать какой-то уровень мышц гораздо проще даже на минимальных дозах да ты знаешь ведь есть на самом деле бодибилдеры на западе которые прям пришли на очень скромные дозировки просто потому что они решили что мол я хочу оставаться своей форме просто потому что мне это важно для бизнеса больше я типа становись скромные сколько обожать цифра 250 500 индира ну реально с точки зрения больших дядек который весит там 120-130 килограмм это не маяк не но это абсолютно натуральный спортсмен как и панда да да много раз не то обозначали им нужно верить на слов вот потому что все они очень такие религиозные христиане ходят церковь по воскресеньям поэтому не могут врать панду лично видел на олимпе и кстати я был на олимпе на бишут на стоящие фил хиты видел к и глина и панда вот панда отрабатывал просто на все бабки фил хит вышел на сцену кому-то помахал ушел с ним даже ничего не успели сделать а он прям по моему первый день выставки там у нас или в москве было да нет в бумбаи ездил я ездил в бумбаи в понтовой да ну как не знаю потом индусская не я просто был на московской олимпии это как знаешь типа у нас есть олимпия дома в этом мемасе очередь большая ну да людям людям это на индусы любят лапать мне кажется его там тоже оплопали ты прям конкретно надеюсь у тебя понравилось я думаю так давай посмотрим что на там накидали из вопросов но кстати на тебя и вообще твоего тренировочного режима но я сразу что может про режим скажем ну я жду может в процессе просто мне влупитриться абсолютно нечем ни формы ничем вот режима пожалуйста про нет и ты большой чувак меню ты высокий я думаю ниже на головы не так чтобы твой качковское достижение но тем не менее я смотрю такая дверь открыл такой вниз ну я привык обычно что тебе открывай дверь и так кто это кто это тут давай давай говорю пройдемся по вопросам нужно все равно не так много но и опять же скажу что да я знаю что некоторых людей расстраивать что какие-то вопросы не падают в эфиры которые они написали но что можно пожелать тем людям ну и можно пожелательно пойти сдать пролактин или можно в принципе сразу пойти прикупить себе помаду или какой-нибудь там платье в h&m ну порадовать себя в общем мне кажется поможет если написать об этом в комментариях и до рассказать от почему это свое негодование выражать комментариях это вот прям лучший способ обосновать что тебя крайне задело что вопрос него получит ну короче ребят вопросов я не знаю вопросы тебе мы знаем какой вопрос самый частый объективно то есть я даже не не надо гадать за что ты сейчас ты просто ваш такой о господи что же это такое что же на их виду какая интрига да вот да ну некоторые вопросы которые писали тебе люди я удивляюсь что не в принципе умеет писать вот потому что на это не ну ладно у меня много умных ребят пишут и не я знаю много но не подписан себя хотя бы но не умных больше твои будем честны вот да в общем перейдем к вопросам потому что на самом деле тут есть интересные и интересные моменты и как будто своей позиции как человек который не не сразу пожал сатан вот это было бы вообще не сразу это было прямо это был долгий путь это была вечность долгий путь после которого наверно ты пустил пару мужских слезинок не пару больше не пару почти что выиграл свою собственную маленькую олимпиаду хороший вопрос который сопряжен с едой и да это важная тема в качалочке вот все любят поговорить о то сколько нужны и сколько грамм белка и почему как нужно все знают как нужно да да гиперкалорийное питание мешает набор массы вопрос по себе заметил лучший прогресс на три с половиной тысячи калорий чем на четыре с половиной вот меньше на грустно же это увеличивает количество усвоенных калорий вопрос вот собственно вес 85 рост 183 до спорта же нас учет на тебя похоже даже это не ты сам себе вопрос задал не до моего торка нет здесь успел переложить другая здесь чуть другая я помню что когда вот мы с тобой так как-то стали впервые про дилда болтинг говорить по душам ты мне сказал что ты придерживайся совсем нетрадиционной схемы питания вот поэтому я думаю что тебе будет интересно ответить на этот вопрос вот по поводу того как так получается что кто-то чувствую себя лучше и субъективно прогрессирует лучше на меньшем профиците чем вот на этом бесконечном режиме куриного геноцида я конечно могу сумма видом ответить и над учёки но это как бы вопрос который требует какой-то объективной оценки я могу сказать чисто субъективно что мне интересно чисто субъективно приемы пищи на 6 на 8 раз день даже три раза в день они нам не срабатывают хуже в общем итоге чем когда начал питаться один раз один раз день это просто был какой-то псих где забыл помыть контейнеры вот у меня все естественно воняет в сумке я такой думаю вот ради чего все это я вешу жидкие велосипедные 80 килограмм это уже там какой-то там седьмой а сколько сейчас весишь в семьдесят семьдесят девять ну то есть почти друзья месяц зал хожу я до этого не ходил практически два я про месяц а чё ты так психанул что вы не ходил в мне просто было интересно заниматься дома с резинками это мы тоже дойдем так с этим вопрос так и вот сразу возвращаю что про времени тратить вот мне кажется на моем примере у меня были какие-то проблемы желудком и теперь желудок он намного лучше себя чувствовать то что когда я говорю намного это прям реально намного себя лучше чувствовать меня нет никаких проблем чем когда у меня просто один перевем пищи в короткий промежуток времени и баста все я уже не буду говорить о том сколько это экономит времени безумно очень много то что ты с утра стоишь не думаешь о еде ты работаешь не думаешь о еде ты пришел домой поел и все все закончилось никакой тяжести при этом ничего на самом деле я теперь объясню свое видение как это да я вижу с опыта работы с разными людьми которые опять же долго злоупотребляют гиперкалорийными рационами объективно почти у всех профессиональных очков есть синдром жирного кишечника и судя по всему да и судя по всему она развивается как раз за того что вот они грубо говоря скажем так эту ну кто что называется сиба смол инте steam bacterial overgrowth из-за заряда тоже идет рука об руку я забыл название на русском не въебусь правда забыл вот то что они постоянно эту плохую микрофлору бомбардируют тем что они закидывают какие-то там аминокислоты там много там соответственно глюкозы там бывают разные разные пищи которые допадут даже не разная просто объем этой пищи сколько там и частота приема она сидит брюк потому что ну вот мы смотрим на этих больших крутых дядек которые такие типа терминаторы в зале но все они гадят жиденьким всегда не показывают ну да не об этом не рассказывают они об этом не говорят на эту часть сложного пути объективно что иногда они прям бегут в туалет в срочном режиме потому что как вот скажем так она пробивает днище объективно и ты знаешь что но я не урезался так радикально до одного приема пищи хотя у меня был такой период в универе когда типа у меня была работа лишь провинял диплом и я ел два раза в день и я могу сказать что тогда без всяких ферментов вообще без ничего у меня просто же к ты работал как часы и как часики да я хотел сказать вот просто тик-тик и все ты знаешь когда все все произойдет да я ел утром потом я шел на тренировку потом я возвращался тренировки ел потом шел на какие-то поздние пары последние больше я не ел в принципе а дома это занимался тем же писал диплом вот что там читал таким по работе своей делал какие-то моменты вот и действительно как бы то что я постоянно грешит например какие ферменты сейчас да вот я ничего этого не делал но при том что у меня уже тогда был под подъема на gkd конкретно такими вот экспериментами с ультракалорийными рационами и я чувствую себя просто прекрасно и сейчас опять же и свои какие-то самые лучшие силы показать я тоже показывал ну на трех-четырех прям пищи в день самое часто типа там три первом пищи шейк и все никогда не было такого чтобы но я наверное затею с тем что нужно и 6 раз день оставил ну лет в 20 и я думаю что это мне сохранило весомую часть кого же подходит можно в принципе признать опять же это видим как-то генетически надо да да конечно организм конечно да у есть разная предрасположенность то есть есть люди которые в принципе могут ну питаться как угодно им абсолютно нормально и они даже не не значит такой фермент не да да вот а есть те кто реально есть люди которые три года занимаются бодибилдингом прям бодибилдингом и у них развивается болезнь крона вишу ну болезнь крона это когда твой организм начинал это аутоиммунное заболевание когда он начинает видеть твой кишечник как ну вот инородный предмет и все воспалить про восприятие таким направлять туда и он потихонечку разрушается просто он постоянно воспаленный вот это прям страшно потому что ну там как бы и кишечник вырезаю частично оттуда на самом деле есть много бодибилдеров которым которыми по моим каригутитосу точно вырезали это уже катлера я знаю что по-моему была болезнь крона или или может быть не просто разжженный кишечник я путаю но это распустой маркус ру мне кажется просто передел ну зная зная его характере я думаю я думаю мог но это это правда так что действительно причем ты знаешь вот тоже что интересного человек искал про количество калорий а мне кажется чистота она больше влияет потому что я вот на самом деле за свои 3-4 все прочее конечно я за свои 3-4 приема пищи я могу уложить 6-7 тысяч калорий мне нормально абсолютно но если у меня добавляется 5 приемов и где-то есть даже перекус какой я вообще не перекусываю но ты тоже пришел только воду пьешь в принципе да вот я я замечаю что все какие-то перекус начинаю увлекаться мне тоже как бы ситуация кишечники становится хуже и тоже с возрастом опять же раньше так не было врача мог все это позволять сейчас уже нет ни как только начал заниматься у меня прям первое это изжога дракона вот она когда у тебя просто сюда подходит это в этом но ни с чем сравнение чувства и вот но тяжесть не забрать когда ты просто он обычную гречку поел с грудка на тот момент я еще как бы ел мясо вот и прям чувствую что у тебя это вот прошло три часа еще над вопросов ты ты не ешь мясо сейчас вообще или сейчас начал есть нет не ешь и и уже лет восемь не как 10 как она да вот абсолютно никак я не увидел разницы я возвращался потом на мясное питание ну просто ради эксперимента это начал потом понял что как бы и так и вообще ничего не изменилось на удивление я должен сказать что когда ты ешь рыбу ты ешь яйца мясо рыба яйца нет вообще молочка ну только только молочка присутствует а какая пора 500 грамм давно нет но какая вот протеин естественно как бы такие вот вещи молока могу много выпить пром на литра полтора иногда могу вообще не пить вообще не трогать про месяц полтора литра молока лактозного обычно обычно два литра про про мусосвиста нормально я сейчас я сейчас просто охуел но это же немного типа знаешь мне люди вот такие сидят которые там весят 90 килограмм говорят я я там жму двести на шесть раз и не так сильно удивляюсь как то что он говорит полтора литра молока при том что она как бы тянет я не у тебя не самый здоровый же кт ты при этом переводишь постаралась бром здорово сейчас классно охуеть я я просто в охоте у этого ничего добавить ну вообще из молочек все то что едят люди но обычно вообще без ограничений да мне есть какие-то продукты которые просто не люблю ну типа я не знаю там творог кстати не так часто значит ужасно клювить не помню татарский на педакум кумыс называется да айран айран да просто но есть кисломолочная видуешь да нет но иногда бывает раз в год секунду бутылку наблевала турции найти творог то есть в турции не найти творог и у них молоко практически 80 процентов это то есть ново тос то есть или фрилла то есть вот так вот все то есть у них там а вот это вот нет они прям подсажены я так понял это тоже на какая-то вот генетическая их тема это как у азиатов да который просто не воспринимает наш друг сын маминой подруги он при этом как бы любую молочку у я это просто как божий из разряда в том плане что ты говоришь подарить молока он может если муле не есть просто выпить 4 литра молока и типа такой нормально сегодня по белку можно позвать не на самом деле вы смеетесь он реально это может сделать хочу есть просто молока ну да она сельфа акция да не ну как бы я понял что он известный кулинар когда он рассказывал как он есть говядину и типа макает его сгущенку и так называется набираем калории пойду-ка я почешу свои 8 кубов перед пресса перед зеркалом и выложу это в инстаграм не значит и пойду скучаю и до 1 часа наверно заикал еще до справки как бы лучший друг я могу назвать бидером он может стать не пидером это абсолютно нормальная история следующий вопрос тоже такой а ну вот тут тут есть опять же вот тебя спрашивает про рацион питания я думаю что мы уже принципе это рассказали и дальше спрашивают про планы на будущее спорт карьера в чем-то другом хобби вот там дальше опять про паблик что-то спрашивают но карьера в чем фитнесе ну да ты когда на сцену те никто не бросал вызов типа увидимся на сцену есть только театрально вот это больше привлекает да нет конечно хотя кстати изначально мне прям вот ну как только начинал заниматься хотел стать качком на сцене до выступать мне кажется все хотели а потом у тебя не получается такой думаешь буду лифтером приседаешь я сразу был жирным типа свои шансы оценил такое что не надо проще попробовать что-то поднять объективно но я реалист я трезво свои возможности оценивать понимаешь вот это я могу сделать это я не могу а вот мы с друзьями не были вот я в том числе то есть равно все сердцем горел и веру что вот сейчас вот такая тема и мы себя насиловали жесткого например где-то там как лев сказал это вот тот момент когда люди не не умеет правильно воспринимать информацию анализируется он такой ребята вот сырки дружба я вот на них только и вырос там короче белок жиры полезные углеводы мы такие все ясно дядя миша и короче мы все было семена да да как три дебил нас просто там уже узнавали мы шли и сносили все эти сырки по 7 рублей они стоили мы шли потом уже через две недели просто рыгать мы не могли это ну это просто был какой-то ужас они же ужасны да просто пальма и масло анализа да да я не знаю что по файлу комбикорм мне кажется им и и можно убить как бы по-хорошему то есть если на пачке сигарет сколько там 30 процентов занимает предупреждение на них должно быть все 90 что вообще просто не трогать этот правда но это наша вина но тем не менее вот так вот дезинформация да не ну слушаю у всех есть какие-то такие веселые истории про буйную молодость качковскую следующий вопрос мешает ли . слэш секс дальше скобках поход в тренерскую эффективность тренинга интересно человек человек ходил в интересную тренерскую надо сказать вроде бы падает уровень тестостерон задался вопросом послушав сарычева которые исповедуют воздержание я друзей сара чуть-чуть другую информацию знаю ну ладно не будем здесь говорить то есть у тебя еще в рпм забанят общезнакомые да сам как думаешь я считаю что с точки зрения прогресса не влияет примерно никак единственное что люди которые яростно дергают свой пестрон по пять-шесть раз в день они могут иметь высокий уровень пролоктин на анализах это правда действительно кому-то можно даже и меньше не было скажи знаешь как с точки зрения анализов с точки зрения не знаю наверное какой-то ментально ну и это с точки зрения анализов периодически секс или мастурбации тестостерон повышают объективно ну просто если она типа размеренно там столько сколько человек хочется с точки зрения прогресса нет никаких данных которые скажут о том что она будет как-то хуже объективно но с точки зрения силовых показателей или какого-то перфоманс на соревнованиях но я могу сказать что эмпирическим опытом я как-то вычленно на себе на люди которых я тренирую что там пара дней выдержание но помогает вот действительно хотя как бы я знаю людей которые там ухитряются уединяться с бабой на соревнованиях потом они дужно 270 вот уже у меня есть такие знакомые но правда при этом без этого не жму 290 вот только хотя пошутить что должны были заказать 300 да ну то есть она влияет потому что просто опять же нужно понимать что но сам этот акт эвакуляции это просто каскад всякой нейрологии которые там дальше происходят же да у нас повышается провокцинас там выделяется окситоцин из 1 становится чуть ниже кортизол при всем при этом что в принципе полезно если человек что в принципе полезно если человек собирается идти спать после этого и отдыхать вот но опять же с точки зрения вовлечения мото нейронов какую-то двигательную активность точки зрения спорта если это вот происходит с несколько часов до или еще хуже там за час но грубо говоря до тренировки какой-то даже серьезный несерьезный то понятно что конечно и специфический не специфики перформанс он будет хуже но это правда так вот но серьезного держится потому что ты думаешь что он там себе какие дополнительно намолит тестостерона нарастит и садобой что это профит это идиотизм теперь я отвечу мне кажется во первых так думают очень многие почему-то скачалки что если они ну значит какой-то типа накопительный эффект типа чем дольше ты это не делаешь тем сильнее становишь у тебя тестостерону прав все повышается повышается многих вот так вот но есть такой тот же момент что если постоянно срывает крышу это об этом думаю что наверное лучше было бы я извиняюсь заняться всеми этими делами которых ты воздерживаешься и просто не любите головы объективно причем значит кстати интересный я вспомнил было одно исследование которое показывало что вы держа еще не трех дней она может повышать тестостерон но потом он либо возвращается в исходное значение лимон падает еще ниже снижает да да это типа к тому что органисток реагирует на то что чем-то не пользуюсь а мне туда на него но как бы ресурсы не тратить да да именно ну искать там опять же это все чуть сложнее работа в этом плане просто люди не понимают что когда мы говорим про наш собственный эндогенные гормоны у нас все равно есть но лимитирующие факторы но в данном случае там лимитирующие не знаю с точки зрения количества там медиа цинка условно грех холестеролок это мы можем использовать для опять же создания этого самого тестостерона и мы не можем разгонять это бесконечно ну объективно там есть какие-то лимит у нас там два яйца у нас не лукошка из чтобы там насинтезировать эти какие-то сумасшедшие анамоли которые кто-то грезит дальше тоже интересный вопрос опишите пожалуйста свой домашний тренинг с резинками лучше домашний тренинг на самом деле промочен такая прикольная тема была которая не хотел бы исключить во первых я заметил что мне кпд не снижается вот видимо как-то ну я не могу больше заниматься в зале я не могу стать больше чем сейчас используя как вот этого свое специфическое питание вот и все прочее и в принципе но если это не меняется я ту же самую нагрузку могу дать дома но как бы получилось вообще как бы по форме не потеряла что ты делаешь где-то но с резинками вот все то же самое что в зале можно абсолютно делать цепляешь к двери берешь какую-то резинку вернет а это никого не так занимаешься правде верят летал девушек на голове нет ну ты знаешь эти вирусные видео когда люди на карантине тренировались там конечно прибавилось все интересно очень много персонажей ходили как гарри поттер с этими с этой штукой вот и поэтому очень удобно и прям слушаю но как бы работает опять же ног естественно тебе это вообще никак не сработает какую резинку тебе не всунь потому что то что абсолютно другие мышцы абсолютно другая нагрузка должна быть а вот такого время время под нагрузкой время тоже тоже важно ведь резина она дает но как бы суммарный подход с резинами он время под нагрузку даст меньше просто потому что она ну какой-то серьезно аккумулирует усилия в конце амплитуды больше счастья из разряда тоже знаешь мне когда при произошли вот эти события про которые мы не будем говорить чтобы не поставили 18 плюс они были год назад и все люди были вынуждены тренироваться дома не часто поступали вопросы о том а могу ли я типа там как-то тренироваться дома и при этом поддерживать форму при помощи там гантелек и резинок и опять же как ты верно сказал что нужно понимать какие у нас сходные данные то есть например человек который ну рекреационно посещать зал на самом деле если он тренируется дома у нее там есть гиря еще еще не даже есть турник и что-то такое и какой-то набор резин разных ну раз с разной степени нагрузки он может даже где-то прогрессировать меня может стать выносливее если он там будет сильно развивать выносливостью может даже что-то где-то нарастит на мелких мышечных группах теоретически это возможно но опять же тоже если мы говорим про людей которые там мастера спорта или мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу то понятно что от тренинга с резиной но они какой-то тонус сохранят но это не заменит им то что они делают свои какие-то или какой-то сухой кочка который весом 90-100 килограмм это только они в инстаграме все это делают типа да слов придумывает до рассказывают как они в свое приложение загрузили новую супер мега охранительную тренировку full body на все мышечные группы которые просто должна взорвать ваши мышечные волокна вот но на самом деле потом не просто зала ставить свои стероиды и поэтому-то поэтому они на качестве не потому что не тренируется дома я могу сказать вот этот перерыв он был прикольный то есть мне он понравился я даже помню как мы удивлялись у нас был тренер по тяжелоатлетике он такой ну нам качкам еще на тот момент качкам имеется вот тут в главе говорил да мы вообще как бы тренировкам подходили по-другому он занимался тяжелоатлетикой и говорит у нас было лето нам тренер будет мы на байдарке на три месяца и все мы такие смысле как а железо качалка блины а где вы все это брали вы камни поднимали или толкали камни что он крит не просто байдар и возвращались мы потом намного лучше прогрессировали потому что у нас просто была смена нагрузки смена 10 смена нагрузки отлично влияет и мышцы работают медленные быстрые волокна это это ты поэтому знаешь что на самом деле и вот в качалке особенно как круто это работает люди когда они там грубо говоря три месяца делать full body потом они три месяца делать там вверх-вниз потом они могут там три месяца делать там пуш-пул ну пуш-пул ноги такой сайт где там тянешь толкаешь и потом три не тренишь ноги в произвольном порядке как больше нравится действительно работа очень круто очень круто лучше вопрос если такие люди которые вот могут на одной и той же программе просто вот катить всю жизнь до 3 и здесь их их даже много ну как много относительно вообще большинство нет но я могу назвать там с десяток засадками грубо говоря за счет засадок ты посмотри на там нашу сборную россии там фпр вот папа по пауэрлифтинг они делают одно и то же в принципе годами они типа прекрасно тренируются и у них все-таки цикл я тебе говорю немного про другое когда вот просто пришел поднял определенное количество раз просто не паришься головы вверх-вниз а братья я прихожу и поднимаю что могу поднять и и типа у меня один тоже набор упражнений а не менее один тоже я думаю что они есть подходов опять же это просто среди кочек сложно осадить потому что кочки особо не ведут дневники тренировок условно нити не расскажешь они делали там 35 лет назад ну прям с точностью до подхода я думаю сюда можно опять же всех разный отклик голубочка на свою тренировку ног 10 лет назад он до сих пор все расскажет досконально да я вообще ну дима это это серьезный человек действительно там просто в голове фиксируется как видеорегистратор знаешь из ряда сколько подхода сколько повторно сделано жаль толку правда немного на там дальше написали что ты без резинок больше любишь не знаю на что это намеки но очень кто-то странно пошутил следующий вопрос расскажите пожалуйста а вы что-то ставили и такой эмоции или на хлебе и воде оставлю этот вопрос открытым пусть он промолоскает мы можно если тот считать что ставил не может было бы не судя за горе не говорят без оскорблений чувств верующих гармошку да то есть это не скрываю а сколько ставил ставил ставлю 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 оставлю сколько ставишь в 2 3 2 3 и причем я как понял неправильно утром как ты говорил на надо вечером оделась ты знаешь надо вечером ну слушать не я считаю это биология так решила из разряда ну опять же как это сказать наши гормоны они лучше всего работают в том числе когда они экзогены да не принес в то время когда их должно быть много это полный бред да люди говорят что вот в этом приградите выработку своего гормона роста или у вас там свой гормон роста вырабатывать я первая мысль такая была ну типа ночью ты свой а утром ты как бы накидываешь и пролонгируешь старше 20 лет у людей почти нет гормона роста ну типа его там вообще реально самый-самый минимум вот поэтому не надо переживать за то что там вот эти какие-то несколько нг они там где-то где-то потеряются в этом вообще нет ничего страшного вопрос в том что вот есть такой человек в англоязычном найти вот алекс кикел вот он так довольно интересно раскидал на тему гормона и у него есть пояснение он приводил такие достаточно старые исследования я не помню это у него я прочитал или нет но вот доктор сопольский у него были такие интересные статьи где он объяснял про влияние гормона роста на организм с точки зрения того как это взаимодействует с фотонами со светом разной частоты и в общем суть в том что если это так очень по колхозному пытаться объяснить что очень большое количество эффектов гормона роста которые получаем непосредственно из-за инсульноподобных факторов который в печени она происходит при определенном освещении определенное время суток поэтому грозного про это говорит да вот мы до подкаста иначе начали это обсуждать поэтому грубо говоря если мы хотим но получать какой-то анаболический эффект гормона роста он есть он не очень большой но он присутствует то его нужно ставить непосредственно вечером потому что вот тогда этот как раз весь цикл вырубки инсульноподобного факта роста она происходит и поэтому это не должно быть утром гормон роста утром по нулям вот и опять же с точки зрения того как мы хотим раскрутить все эти анаболические каскады с точки зрения углеводного обмена тоже кстати в том числе гормон роста поднимает глюкозу поднимает сахар потому что последствия потом его должен уделизировать несу неподобный факт роста ты дуна ситируется в печени вот тоже через несколько других каскадов и при помощи некоторых микронутриентов а вот опять же с точки зрения всех этих моментов она все должно быть вечером но нужно конечно сказать что плюс гормона роста если он попались утром это жиросжигание как курс от люди на севере черты знает мне кажется них есть чуть более серьезные заботы чем курс имеется ну там же может не темнеть вот точно долго как они заправлю тушь тогда возможно не мог ставить его и пораньше чуть-чуть но я не дает побольше как медведь знаешь наедается такие да я эти изложил эту мысль и я вот ее я вот ее придерживаюсь что вообще гормон роста это один раз день он ставится вечером и более того люди которые ставят его там два раза и чаще но гликированный гемоглобин то что считается основным маркером типа там качество работы углеводного обмена и вероятность развития диабета он реально у них растет объективно так и так делать не нужно поэтому самый безопасный самый эффективный но это когда его стоит вечером у тебя задают провокационный вопрос почему в паблике размещаются чужие мемы с марки протеина но это практически наверное не бывает скорее исключения потому что у нас есть мимо делу и редакторы это наверное может какой-то один случай на 100 какой-то шальная такой залетает смотри 8 лайков тебя под этим комментом мне тут это 8 лайков это уже повод для разбираться ты понимаешь да ну я как бы просто говорю как естественно то есть какие-то левые такие что-то может пролететь но это как правило не точно нас достаточно там свой материал и почему не знаю я в инсте вижу как бы в контакте ленту не открываю я боюсь открывать вконтакте там постоянно вижу кто-то кто-то кого-то родил очень сильно этому радуется ну не не так чтобы я прочитал чтобы люди разрождались просто это по моему не мое дело немножко слушаю ну давай просто наверное обсудим вот это вот то с чем я столкнулся потому что для меня это прям был такой огромный резонанс когда ну во-первых то есть я понял что есть можно раз день и при этом ты можешь как набирать так и сохнуть мифы в зале мифы в зале да 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 вот эти вот мифы в зале то есть но у нас почему-то как-то мало информации людей от которых можно все это подчеркнуть то что я бы с удовольствием посмотрел по вот ну каких-то более прошаренных ребят вот на эту тему людей которые за периодическое голодание да даже не периодическое но получается постоянно сколько 22 часа получения на это все равно считается все равно считается ингредиент фастинг вот периодическое голодание технически но не знаю я голодаю ночью такой тема придерживаясь тоже в принципе это работает отдыхает желудок но не совсем ну ладно да почему то ты знаешь это направление в рунете что я считаю что это просто опять еще один способ просто придирать какой-то диета вот она все работает потому что все равно люди забывают что конечно же общей калорийности макро натуреант они первичны так или иначе все-таки количество приемов пищи время этих приемов это больше наверное все-таки нужно есть и к индивидуальным преференциям нежели к тому что там есть какое-то жесткое правило что мы вот там делаем вот так вот так вот мы не делаем но я думаю что на самом деле это просто связано с тем что у нас фитнес комьюнити ну и в принципе мы от запада отстаем сильно и фитнес комьюнити скажут что стою сильно с точки зрения фитнеса мостом лет на 5-7 объективно даже побольше и сейчас перемотать вот американские даже ну вот просто запад то есть у нас то что у них было пять лет назад нас сейчас до сих пор этого нет настолько только люди привыкать к тому чтобы видеть протеин супермаркете только-только прям буквально я тебе показал вкус вилла говно полная вкус вилла надо было генетик лапс разупать прошла первая я виноват да мне просто не было под рукой ничего вот я очень хотел протеин и я об этом пожалел когда села толчок после этого потому что ты знаешь я на самом деле не понимаю людей я был удивлен что протеин генетика оказался хорошим реально просто и на вскидку взял они дальше не покупал вот не рекламы я не получаю 100 денег я получаю он он получает но высказываюсь я на эту тему поэтому вроде бы вроде бы не зашкварно но для меня как бы это уже реально показатель что как бы ну я не обосрался с протеина значит это хорошо это неплохо но я я не понимаю это плачево когда русский потребитель так ну да это на самом деле зубы насколько насколько низкая планка потому что не блять это ебучая сыворотка почему нельзя сделать ее нормальной сходу ну то есть в том плане что это же несложно то есть я когда например ты побываешь будет протеин в америке заходишь в это джинс или где нет что-то продают но они все нормальные ну реально а у нас такого вопроса нет то есть дети на и горе ли а у нас он тогда постоянно да да у нас ты думаешь ну пюро протеин был замечательный который тисакшу рекламировал вот он был пиздец просто пиздец то есть там меня знаешь я помню что же я покупал еще у меня в институте учился и я помню я купил еще где у них упаковки не было серебристая такая была как фольга какая-то да тогда еще я помню я купил бацятник без вкуса вот это еще в школе учился по моему это просто была моя самая большая ошибка вы уже это был пить просто невозможно может быть да даже такое по моему я и деду оставил в итоге он допил интересный факт кстати то что у них капитализация была просто огромная я не знаю то есть сейчас догнали по моему их уже догнали вы не буду говорить о фирме латна которая догнала что-то раз не делается не грана наглеть да вот и у них была вся возможность делать хорошую сыворотку делать хороший продукт она просто не очень дорогая реально на тот момент она еще дорогая не было да там как бы доллар еще не скаканул то есть у них была вся возможность но там случилась проблема у директоров и вот это вот все в общем верхушки но грубо говоря то есть коту потеря и прям конкретно они вообще не понимали что делать у них были там огромные офисы куплен там этажами просто ты не советский там приходили то есть их до или все сотрудники нужны деньги на это на это они вот так и давали ничего не контролировали в итоге то есть сосулин дал подсраку по моему последний когда все это посыпалось весь карточный домик охренеть ну я просто помню потому протеина что я тогда купил и знаешь я просто понял что он по консистенции не вы так протеин всем какими-то комками было из разряда просто он так в сыворотку залазишь она обычно просто порошок как бы такой кэр так переградов до сюда поэтому и решили чуть-чуть так вот меня тогда когда еще был пиздюком реально уже это факт тогда удивлял типа почему вы не можете сделать нормально типа в чем может антислюживателя сэкономили еще на чем-то не знаю не знаю опять же этот вопрос открыт и странные на самом деле бизнес мышление о том что почему нельзя сделать сегодня хороший продукт чтобы иметь какого-то человека который будет давать рекуррентные ежемесячные платежи просто там подсадить на твою какую-то продукцию если если у людей вот тут опять я не знаю куда наверное мышление из 90-х или как сказать что ты должен урвать бабос вот сейчас конкретно ну то есть соответственно понизить стоимость больше сделать навара и вот как-то вот с этими деньгами жить сейчас чем пытаться как-то реинвестировать потом ну и такое знаешь как это поговорка еще лучшее яйцо сегодня чем курица завтра у нас потребитель не готов дорогое брать до сферы как бы его финансовых проблем опять вот про анализы про все прочее не потому что они не хотят а потому что но это как бы дорого стоит и когда там завтра за сыворотку узнаешь там там тысяч четыреста тысяча пятьсот так потому что пойду подешевле поищу вдруг на ось там прокатит потому что сейчас на самом деле моим килограмм потенни дешевле полторы тысяч нормально нельзя купить да если есть и что-то видите меньше это никто не будет продавать по себе стоимость или даже меньше себе стоимость сейчас знаешь есть не секрет сколько вот например у генетика набора с этого очень маленькая но немного скажу немного это правда немного тем более кстати но ты в курсе информация тоже сейчас на 40 процентов дорожал сыворотка то есть многие магазин ты зайдешь но то хуешь они где-то про буквали через несколько месяцев вас семье закупки не отвечаю увидишь ну я примерно грешу подорожат игрушек искал полторы тысячи заряда что я просто подозреваю что дешевле уже ты не найдешь если только это не эти ужасные пакеты лактамина которые помнишь там какие-то супер экономичные качки покупали по 20-30 килограмм и мешки мешки за раз да и покупали на троих из-за заряда и они просто не знаю как такие как труп на балконе но лежала вот и кто-то там подъедал пачками оттуда ну 1200 1300 то что меньше же там я где-то даже вижу по 700 рублей по 800 но вы не берете вы не берете то то что вы хотите взять то есть но это это не сыворотка будет или там не яичный мульти протеин нет полная полная гадость это же значит на самом деле вот сейчас как-то это тема эта тема под угасла немного потому что я не знаю ну люди стали чуть образованнее потому что все уже понимаешь типа 3 грамма белка это не особо нужно все понимаешь как бы там полтора-два это для подавляющего большинства верхний лимит реально людям которые еще не очень тяжело тренируются может быть нужно и меньше и это наверное я не знаю скорее уже переносит вещи типа там сыворочного протеина в ту сферу когда это продукт не для каждого человека для того кто просто считает то удобно что он просто может быть протеин и не жевать мясо не тренили до или для кого-то кто действительно как бы спортсмены прям тяжело тренируется ему она прям нужно потому что ну электро я тренирую за ними что-то про протеин спрашиваю по желанию типа же двоточки бежу если ты считаешь что это нужно то окей одну или опять же если кому-то я пишу где-то мезоциклы которые там серьезный там по тревкам туда этом дописывайте после руки там нужно ведь протеин и декстрозу если это самом деле декстроза офигенная вещь вот наш оператор знает что что это такое с недавнего времени я честно считаю что это прям гораздо выгоднее чем знаешь эти какие-то понтовые порошки к 20 потом витарга когда еще дороже протеина часто ходит из разряда вот просто абсолютно копеечный де-факто тот же изомер глюкозы которые метаболизируются тем же путем и при этом просто шикарно вспоминать гликоген и он даже не портит протеин на вкус самое главное ты киваешь абсолютно согласен со мной так ну что я думаю что мы довольно много сегодня уже обсудили да надо сказать что типа вот важный спонсор этого выпуска это самые лучшие таблетки для трофики тканей вот который можно найти в телеграм-канале где к сожалению нет ставок на спорт но это пока что вот если влад горюшин меня поражением ну да я жду до не знаю деньгами остались останется всем плохо и когда сильно обрадуется на эту тему думаю это не случится в общем ссылка в описании вот денег вы там не заработаете но трофиках они во всем теле так или иначе поднимите внутрала можно и что я смотрю подкаст я не знаю ты химиком не станешь с этого прям совершенно точно это тебя не квалифицирует каким если может клэмфиан страчу квалифицирует вот эти эти таблетки явно нет но стоять вот как химика вот не на курсе андерлона радужка чё я думаю что на этой мажорной ноте про то что у людей на дорого не стоит можно как-то закругляться ухтела людей в принципе как на дроне стоит у них и без надрала не стоит обычно и не вы я рад был что сегодня пришел вот это получилось даже информативнее чем я ожидал вот и до желаю тебе дальше развиваться питаться день раз день и пожалуйста удали свой паблик